друзья всем привет ну наверное многие из вас уже знают что совсем недавно прошел концерт память о юрии шатунове и до начала еще концерта была передача у андрея малахова где было много обсуждений кто будет кто не будет об этом естественно высказался продюсер андрей разин которого уже видимо что-то происходит в сознании андрей разин сказал что все те кто будут выступать на этом концерте будут прокляты он всех проклят вот но естественно что определенную категорию артистов которые там выступала это никоим образом даже не волновало но хочется сказать по поводу самого концерта на этом концерте были люди которые артисты имеется виду которые немножечко для меня были удивлением когда появились на этой сцене допустим александр рева мне непонятно зачем он там появился то есть там были артисты которые не были ни на похоронах юрия шатунова не открытие его памятника да и в принципе наверное артисты которые ни разу не были на концерте юрия шатунова зачем они пришли на концерт спросите я думаю что ответ очевиден за заработка и вот на этом же концерте выступала лариса александровна долина она очень долго сомневалась идти на этот концерт или нет петь или нет и в своей сети она опубликовала следующий пост который я сейчас хочу зачитать естественно после того как она выложит пост она получила очень много негатива со стороны поклонников юрия штунова а я как человек который являюсь поклонником его творчество тоже не могу обойти стороной этот пост сейчас я вам его зачитаю разные бывают проекты но этот для меня был сложным относительно принятие решения моего в нем участие то есть она долго думала принять в нем участие или нет вот я дальше она пишет я долго думала соглашаться или нет и все разговоры о том что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба не имеют никакого отношения к ориентирам что такое профессия артиста нашей профессии феномен успеха мне до сих пор непонятен до сих пор непонятен тот факт что его называют легенды пусть земля ему будет пух жаль что ушел будучи еще совсем молодым я отдаю себе отчет в том что для подростков он был кумиром он пел о том что их волновало именно в этом возрасте но и только в этом взрослого человека эти песни не могут вызвать истерики и слезы потому что взрослого человека уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение для меня понятие легенды это нечто больше легенда это дима хворостовский геннадий кладков иосиф кобзон я по-другому принимаю значимость человека в любом случае это был своего рода очередной эксперимент который я люблю я умею подходить к любой песне и спеть ее как чувствую песня мне понравилась из того что было предложено для этого для меня был самый лучший вариант не мне судить а разумеется вам уважаемые подписчики и не сочтите мой спич грубым и неуместным я всегда говорю правду без обид сказал лариса александровна долина ну первое то что она говорит что это легенда только для молодежи я могу смело заверить что я знаю людей которым сейчас уже за 50 лет и они до сих пор являются поклонниками творчество юрия шатунова я знаю этих людей которые и в 30 лет отжигали так что мама не горюй и сейчас в свои 55 они будут отжигать точно также под песню юры шатунова песни юры шатунова это наше детство особенно да взять эту песню детство детство ты куда ушло это наша молодость понятно что у него не было каких-то супер вокальных данных но у него был был свой специфический голос и своя манера пения и эти песни будут помнить всегда и группу ласковый май будут помнить всегда и группу ласковый май будут слушать и наше поколение и после нашего поколения и еще дальше но вот у меня вопрос если мы сейчас проведем эксперимент и где-нибудь на улице остановим молодежь и спросим назови песню группу ласковый май все сразу скажут что белые розы к примеру а если мы спросим назовите хотя бы одну песню в исполнении ларисы долины то кроме как погода в доме никто больше ничего не вспомнит понимаете никто не вспомнит лединка скоро май а в ресторане а в ресторане никто этого не вспомнит 3 белых 3 3 розы белых белых лягут на стол 3 розы черных обжигают мне руки никто не вспомнит я знаю эти песни потому что у папа была кассета у его начальника была кассета он слушал ларису долину поэтому я все ее песни знаю вспомнит ли кто-то они через какое-то время я не знаю но про юру будут помнить все и у меня следовательно возникает вопрос но если ты сомневалась идти на этот концерт или нет то зачем ты туда пошла значит правильно перевесила тут перевесил тот факт что заработок можно прийти спеть песенку и получить нехилый гонорар за это я естественно зашел и послушал что же все таки она исполнила на этом творческом вечере песню она пела забудьте его забудь пройдет любовь как дым спела она эту песню я скажу так спела она ее неплохо но без души она ее не прочувствовала у меня было такое впечатление что она вот просто пробегала мимо просто зашла на этот концерт чтобы быстренько спеть получить гонорар и уехать вот мое ощущение было реально именно такое плюс мне не нравилось поведение жены юры шатунова то как она себя вела потому что показывали съемки она была с каким-то молодым человеком который там обжимал какие-то были танцы что-то непонятно вообще мне непонятен был вообще этот концерт в крокус сити холл мне непонятно вообще что это было и правильно сказал канал будда гришна что лариса долина была на похоронах у юры шатунова нет она была на открытии памятника нет но она пришла на сцену но если бы выступление на этом концерте не оплачивалось я думаю что большинство артистов которые даже на похоронах у юры шатунова не были они бы и на этот концерт не пришли а пришли они только туда знаете зачем я думаю вы догадались пишите что думаете по этому поводу что вы думаете поддерживаете ли вы лариса долину либо нет нравится ли вам творчество творчество юры шатуновой группы ласквой май или вам например больше нравится творчество ларисы долиной пишите что думаете по этому поводу будет интересно послужить ваши подписывайтесь ставьте лайки и всего самого-самого наилучшего инстаграма